так мы запускаемся добрый вечер всем сегодня мы посмотрим с вами турнир go for overwatch от esl вот так пока что дайте покажу вам сеточку ребята вроде пустились да отлично включаю я и стрим через стримы потом мы сейчас посмотрим сеточку перед началом матчей уже четвертьфинальных так комментирует нас на англоязычном стриме есть комментирует холдор а есть еще какие-то французы тоже их можно будет посмотреть вот значит сеточка подрубаю сеточку показываю до четвертьфиналов у нас дошли creation и sports напомню они проиграли в финале на прошлом турнире takeover на одном из первых лан турниров по overwatch они проиграли команде rock со счетом 34 заняли второе место но на тейковере сейчас же они будут играть в четвертьфиналах вот против команды x а и кью овервотч какие-то итальянцы судя по флагу давайте посмотрим команду эту играет у них адреналин амбуш хину линк лола и микки и рэдс капитан команды корни фэкс но это судя по сайту и сл так во втором четвертьфинале у нас сыграют мэлти и спорт клаб против graviton surge которых мы видим мы смотрели вчера много игр вот graviton surge они довольно неплохо себя показали но не смогли вырваться из нижней сетки вот и проиграли они кажется команде reunited если я не ошибаюсь или нет не нет они проиграли команде ng blue это шведы вот по моему они проиграли им дальше у нас есть команда nx овервотч это наши ребята вот такой снг микс в котором есть еще шарик он из британии вот собственно посмотрим на их игру они будут играть против овервотч кингс европейский какой-то коллектив тоже микс вот из игроков разных стран и в четвертом четвертьфинале у нас будут участвовать команда претс тоже из россии против команды azure team собственно посмотрим вот эти матчи полуфиналы у нас уже будут формате best of 3 идти и финал по моему тоже формате best of 3 можно посмотреть это вот здесь в описании турнира ссылочку я поместил в сообщение дня обе ссылочки есть до финала будет проходить формате best of 5 давайте посмотрим что там есть на других стримах привет маздай так сейчас я посмотрю как там дела у нас идут вот я вам покажу на одном из стримов сейчас в лобби находится команда nx вторая команда играют они по моему против овервотч кингс вот они почти тоже все здесь собрались не хватает одного игрока вот собственно дожидаемся когда они придут и посмотрим на игра вчера был очень плотный такой долгий турнир от госу gamers честно говоря честно говоря я не думал что настолько затянется вот играли вчера аж восемь часов команды и выявили победителя сейчас наверно будут определить ничего страшного победила команда nvias вот топ-1 мирового рейтинга по версии госу gamers но там них на сайте есть такая l ну система и очков или что-то там духе вот и в этой системе они занимают первое место давайте посмотреть что там еще есть на других стримах пока поставлю заставочку во сколько вчера закончился отрубился в час по местному времени где-то до пяти до пяти они играли вот очень вообще напряженный там было турниры игры долгие были в общем в общем долго аннексы вылетели на полуфинале на этом этапе уже плей-офф сетку лозеров накидают а нет аннексы вчера выпали как раз да все правильно на полуфинале вот они упали в нижнюю сетку и в нижней сетке они проиграли кажется команде то ли гравитон сюрджем то ли сейчас я посмотрю покажу есть у меня эта ссылочка пока на фоне включим я не знаю кого-нибудь говорящего например халдора не против заодно по звуку сейчас отладимся mazda и если вот звук на таком уровне если будет что нормально пойдет я сейчас хотел посмотреть посмотреть кому проиграли вчера аннексы на этапе полуфиналов значит открываем и еу открываем регистр тукап так номер одиннадцать и вот брейкет мы открываем смотрим упали они в нижнюю сетку давайте подрублю картиночку значит они играли 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 дошли до полуфинал встретили серьезного соперника reunited вот проиграли им 20 потом упали в нижнюю сетку вот в 8 восьмой раунд точнее и да проиграли все-таки я был прав гравитон сюрджу который потом соответственно сами они вылетели от энджи блю 2-0 мы видели эти матчи вот а потом собственно энджи блю проиграли рейнайт которые уже в верхней сетке сыграли на тот момент с энвиасами и собственно все закончилось тем что добрались до финалов вот и финале с преимуществом в одну карту начинали энвиасы и счет 3-1 в итоге в пользу энвиас игры так закончились вот вчера был день абсолютно доминировать абсолютно доминирование карты king's row и голливуд вот мы очень редко виде какие-либо другие карты в общем это было очень очень много раз мы видели голливуд и king's row и честно говоря они приелись уже к тому же на том турнире были так давайте я посмотрю как там да все в лобе уже зашли сейчас мы вырубаем халдором или нет наверное к не буду подключать надо хоть бы набро да понятно с его чудесным смехом пойдет пока не начинается игра так одну секундочку я не знаю что это не понимаешь я не понимаю что это не франшизм не франшизм что не идут на английский стрим но если вы посмотрите на процентах франшизм в Германии я думаю 30% из них стоят на английском стриме и в французме 70% это как большая часть это такое с большим сферизмом с франшизмом и русским это два языка что действительно стоят на их свой стрим Так, я снова здесь. Давайте подрублю, наверное, халдорчика. Не любят команды захват двух точек. На вчерашнем турнире не было возможности пикать эту карту. Ну, эти карты, они были по правилам запрещены, ну, не игрались на них игры. Вот, сегодня правила у ESL на турнире Go for Overwatch первом у них такие более, скажем, человечные, более свободные. Вот, и сегодня они разрешили, ну, на этом турнире разрешено играть в двух героев и более одинаковых. Вот, то есть больше появляется у нас вариативность стратегий, поэтому это будет гораздо интереснее, чем вчерашние игры, как по мне. Плюс, есть вот, видите, пик у нас Лидзян Тауэр, башня Лидзян. Каков шорт-лист самых непопулярных на турнире героев? Бастион, Турбосвин, Гэнзи. Нет, Турбосвин, кстати, вчера в последних играх, вот, Мазда, видимо, это когда уснул, начали его пикать. Вот. Игры три, наверное, он сыграл. Ну, сыграл. Гэнзи, к тому же, тоже играет. Вот. Да, можно пикать шесть Винстонов, там, всяких Люсио. Вот, собственно, по пикам смотрим. Кулер, как обычно, играет на Люсио. Шарик взял Зарю. Анок на Обезьяне. Сайфер и Кэнзи берут двух Макри. И Рубикон тоже взял Люсио. То есть это вот стратегия с двумя Люсио, с двумя аурами. Ну, еще пока меняют. Ладно, посмотрим, мы ближе уже к началу. К началу игры. Играют они против команды Overwatch Kings. Так. У них тоже есть два Макри. Вот. То есть здесь больше вариативность получается. У нас берутся два Макри, например, два Уинстона можно взять. Быстро забегать на точки, вот. А не пикать вот этих вот четырех кор-героев, в котором добирать два дополнительных. Началась игра. Так. Сейчас, ребята, я отключу потом звуки сообщений после этого. Сделаю аспират. Есть вроде. Кидается флешка Макри. Сайфер, к сожалению, умирает от Зари. Рыб хорошо кидает гранату под ноги ему. Шарик делает минус два. Хороший у него разогрев. И заходит на точку команда Annex. Нет, не зашли они на точку. Слушайте, мне не нравится здесь такая рябь на этом канале. Давайте сейчас посмотрим. Давайте посмотрим на вот этом вот. К сожалению, здесь комментарии не русские, в смысле не английские. Есть поляки или французы, я не знаю. Даются басы. Кензи заряжает ульту, держит, но никого он не находит в Хайнуне. Кидает флешку к Макаке, убивает ее. Отлично. Прерывает его, получается, ульту. Пытается выцепить Люсю, но не получается у него это сделать. И добирает все-таки Люсю. Отлично. Шарик добрал Зарю. И заходит на точку. Взяли уже ее Annex. 40% есть захвата. Есть ульта у Шарика. Сейчас на выходе можно будет поймать несколько игроков. Единственное, нужен разогрев. Да, вот ульту или нужен какой-то дамаг. Срочно туда заливает урона много. Вторая ульта пошла от Зари соперника. И разваливаются Annex. Две Макаки, конечно, там огромнейший урон внесли в АОЕ. В стяжечку. Перехватили точку Overwatch Kings. И теперь ждут, ждут атаки своих оппонентов. Overwatch Kings играют в двух саппортов. Взяли они Дзиньяту в пару к Люсю. Заходит Кэнзи. Кидает флешку в никуда. Флешку врезается в купол. И умирает он от Макаки. Рубикон между тем забирает Дзиньяту. Анак взял Женеца. Убивает хорошо, убивает Люсю. Надо перехватывать точку. Уже четыре игрока красной команды мертвы. Сейчас надо добрать последнего Макри на точке. И еще одного Макри, который ультовал. Отлично перерывает ульту. Повезло, что Макри не стал отпускать. Сколько же Заря стянуло троих? Троих стянула одна Заря. И потом другая Заря тоже стянула троих. В общем, там было мясо из игроков. И красные, за счет того, что там были два Макака, они больше урона нанесли и быстрее вынесли своих оппонентов. Начался замес далеко довольно от точки. Вот в этих вот подсобных помещениях. Разогрев хорошую рыбу. Ему нужно отхилиться. 50 хп у него остается. Находит на аптечку. Шарик тоже хорошо разогрелся. 50 процентов. Есть у него уже почти ульта. И, смотрите, опять две Зари почти одновременно накопят ульту. Посмотрим, чем это закончится. Но как бы это сейчас не закончилось для Энексов победой, потому что заходит на точку и не попадает флешкой, потому что она врезается в купол с внутренней стороны, убивает Сайфер Дзиньято. Ультует, но ультует чисто на то, чтобы отогнать соперников. И первый раунд остается за командой Энекс. Так, давайте я пока у нас перерыв отключу звуки на Goodgame в сообщении, в чатике. Угу. 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 Так. Все готово. Продолжаем мы смотреть. Значит, опять по пикам у нас те же два Макрии. Рубикон на Макаке, Анек на Жнеце и Кулер на Саппорте Люсио. У Overwatch King взяли две Зарии. Интересный пик. Сейчас посмотрим, как будут работать две стяжки. Очень много щитов. Все в щитах почти. Умирает команда Энекс, к сожалению. Остается только Сайфер и Кулер живых. Кулера тоже забрали и Сайферу надо отсюда убегать. Но его тоже, к сожалению, добирает Заря. Надо сгруппироваться и попробовать атаковать. Смотрите, две Зари пока решают пик. Двух. Две Зари и два Макрии. Очень много урона получается. Особенно, когда появятся стяжки. Это будет дичайшая АОЕ. Все по читами тоже. Интересный пик. Надо будет попробовать. Тоже как-нибудь в ладере. Кэнзи имеет уже половину ульты. Набивает, набивает, набивает процентики. Почти добил он Люсио. Одна Заря рыб очень мало хп. Отхиливается. Кулер зашел не в тот район. Мансит. Ну и Энексом надо уже заходить, потому что Сайфер дает два магазина. Разрядил в... Ох, скинул обезьяна все-таки последним ударом. Закончился у него потом ульта. Да, Сайфер, Энек, все улетели обратно на Респу. Шарик имеет 40% разогрева. Закидывает он постепенно на точку. В ответку ему кидает рыб. Залетает Рубикон с под ультой, но... Прерывает ее. Сайфер, между тем, делает даблкил. Заходит на точку, убивает Эсфеллета. Отлично. Можно этим воспользоваться, я думаю. Надо заходить, ждать команду. У Сайфера всего 5 хп. Появляется ульта у Шарика. Пока не на кого ультовать, там только один Уинстон. Это Риб, у Рыбы тоже есть ульта, Риб ультанул. Да, мешает использовать Цветок Смерти Анаку и добивает Кэнзи. Ну, похоже, что второй раунд остается за командой Roach Kings. Ждем мы третий раунд, решающий на карте башни Лидзян. Напомню, в формате БО-1 у нас идут четвертьфиналы. Привет, Петр. Я надеюсь, сегодня не будет такой же турнир, как вчера. По времени. Вот. И в любом случае, я сегодня максимум до 12. Поэтому, будем надеяться, что закончится все довольно быстро. К тому же, турнир идет уже довольно давно, с четырех часов начался. Там участвовало 468 команд, если мне не изменять память. Соответственно, первый у нас раунд был Roach 512. Это 1,256. В формате Single Illumination у нас идет игра. И, собственно, это вот уже четвертьфинала. Хорошо, убираю троих-четверых, остается шарик в живых. Эх! Всех забрали ребята из команды Roach Kings. Всех Энексов. И надо по новой здесь выходить. Опять они играют в две зари, поняли, что рабочая пока стратегия. Ну, надо что-то придумывать, надо как-то контрить этих двух танков у них. Они постоянно кидают свои щиты. Олба забирает Анека. Кулер тут же дает размен. Минус три, минус четыре. Уже двое игроков только остается красной командой. Это две зари. Прибегает сюда Люсио. Тоже умирает. Отлично! Перехватывает точку. Сайфер и Кэнзи на своих макри раздают. Есть уюта у Сайфера. Контроль объекта Ангела не берут. Скорость Люсио в приоритете. Да, и скорость, и ауешный хил, там, точка маленькая. Вот, можно взять хил и он будет, ну, взять Люсио, он будет всех хилить абсолютно почти всю команду. К сожалению, убивают Шарика и Анака. Спрятались за панелями вот игроки красной команды и потихоньку отталкивают защиту. Все, захватили они, перехватили точку, перехватили инициативу. Подрубает хилочку Мишер. Ну, ждут, ждут, ждут сейчас красные атаки от Анаксов. Заходят под боссами. Рубикон умирает с Сайфер. Анак, Анак, терпит. Шарика тоже очень мало хп остается. Но они убивают, убивают Зарю, обе Зарио мертвы у красной команды. И это перехват точки опять. Надо набирать потихоньку проценты. Сейчас вот 40 уже есть. Под скоростью забегают Овервотч Кингс. Убивают Сайфера. Убивают Олл. Олл бы так. Отличная ульта от Зари. Стягивает она троих, но... Энексы... Смогли... Смогли они как раз внести урон под ульту Шарика. Вот. И... Сохраняют за собой объект. Теперь пошла ульта от Рыба. Ультует туда... Айс... Ультует туда, короче, Макри и команды Овервотч Кингс. Айс Фэлот. Вот так вот. Читается его ник. Ну, нужно уже забегать на точку, потому что последние проценты остаются. Шарик залетает. К сожалению, умирают уже четыре его тиммейта. Остается Шарик один. Рубикон где-то в комнате находится. И... Похоже, что не успеют добежать. Берут трех трейсерок, чтобы успеть добежать, добраться до точки. Спины ультуют им твиди. Ох, флешка от Макри убивает сразу всех трех трейсерок. Победа за Овервотч Кингс. И, к сожалению, анексы вылетают из турнира. Лучший момент матча от Миш Эра. Что же он здесь делал? Он здесь скинул Анека. И... Похилил. Все. Лучший момент. Да, даже не дали никаких карточек ребятам из анекс. К сожалению, вылетели они опять, не добравшись до последней стадии. То есть, вылетели в этот раз они в четверть финале. Вчера они вылетели в полу. В финале верхней сетки. И потом упали. И в нижней сетке не удалось им победить Кравитейшн Сёрдж. Но... Посмотрим, смогут ли они что-то показать далее. Сколько, сколько команд? Одна двести пятьдесят шестая? Ну да, быстро турнир пойдет. А это уже четверть финала, Петр, поэтому... Поэтому все нормально. Давайте посмотрим. Я вам пока покажу сеточку. Вырубаем этих комментаторов. А, мы можем, кстати, досмотреть на трансляции Халдора. Еще раз пересмотреть вот этот момент. Взяли, да, вон пять трейс... Четыре трейсерки. И Олба здесь. Убивает. Да. Пересматриваем мы как раз финальный момент. Так, вчера всего 64 было. Сколько просидели? Вчера были... Потому что была сетка лозеров и... Вчера была сетка лозеров, в которой тоже игрались игры в формате best of 3. Вот, финал. Полуфиналы сетки лозеров и финал. Поэтому так долго все это дело проходило. А сегодня вот смотри, Петр, уже вот сеточка, да, вот полуфиналы у нас в верхнем полуфинале. В первом полуфинале играет команда Creation Esports против Graviton Surge. Кстати, во втором полуфинале будет играть команда Overwatch Kings против Preds. В Preds это тоже наши ребята. Вот, из СНГ, поэтому... Я думаю, мы постараемся найти стрим со второй трансляцией. Вот, и посмотрим. Полуфиналы уже играются в формате best of 3. Это вот сказано здесь, на панели информации о турнире. Вот, поэтому все довольно быстро. О, тут можно несколько персов брать одинаковых. Да, сегодня другой турнир, турнир от ESL. Здесь правила более свободные, более такие, скажем, вольные, более человечные. Здесь не будет вот этих вот четырех коров. Точнее, они будут, да, но к ним будут добираться еще одинаковые герои. То есть, не как вчера мы смотрели одну и ту же карту Kings Row. Там, я не знаю, игр 10, наверное, на ней было. Вот. И постоянно на ней были вот четыре героя в одной и другой команде. Это Макри, Рейнхард, Ангел и Вдова, Слэш, Фара. Вот они постоянно играли этими героями. Но, собственно, сейчас мы ждем полуфиналов. Creation eSports, напомню, эта команда на последнем лан-турнире от TakeTV заняла второе место, проиграв лишь Рога. Вот, в финале там была потная заруба, но они проиграли со счетом 4-3. Graviton Search тоже участвовали в том турнире. Вчера они участвовали в турнире от GosuGamers. Вылетели на стадии финала лузеров в нижней сетке. Играли они против команды Reunited. Вот они им проиграли и, собственно, Reunited отправились в гранд-финал. Играть против Envyaz, которым тоже проиграли со счетом 1-3. И в нижней сетке играет у нас команда Overwatch Kings против команды Preds. Preds вылетели где-то в середине сетки лузеров вчера, так же как и Overwatch Kings на турнире от GosuGamers. Поэтому довольно интересный будет полуфинал. Будем мы, наверное, его смотреть. Пока поставлю заставочку и ждем мы начало игр где-то вот этих коллективов. Так, еще раз всех приветствую, ребята. Большой вам всем привет в чатике. Давайте пока включим Халдора, послушаем, что он говорит. Субтитры сделал DimaTorzok then you have a chance to actually take a closer look at it and let me know in chat by the way if you are interested in me doing a little bit more of a, I don't want to call it a dump down cast but like doing a little bit more of that so yeah, so we're gonna jump over to that and yeah guys, see you in a few minutes, I'm gonna make it a 5 minute break and then I'm gonna be in the next game so we have Fnatic advancing I think into the summer final so we're gonna cast those guys next after I have my break Fnatic is gonna play probably Fnatic versus the Evil Murky's that should be a pretty sweet game for the semis and then we have the final slot as well so yeah, I'm gonna switch that over well, in short, Haldor пока ничего толкового не сказал he didn't say against whom he will play in the next games but let me show you one also funny tournament it's a tournament from an organization, I don't know from what country it's called The Battle недавно он был анонсирован сейчас проходит ой, извините сейчас проходит квалификация вот, сегодняшняя квалификация в ней участвовали 32 команды вот сеточка, да к сожалению, стримов я толковых не нашел по этому турниру, да но вот видим, что здесь тоже полуфиналы играют под Чамп против кабины от КамАЗа и Йола Гейминг против Мусаш и Моноколь французики, аристократы, видимо команда Энекс здесь вылетела, проиграв Мусаш и Моноколь, но мне кажется, что они вылетели не из-за того, что они проиграли им а по причине того, что им нужно было играть еще параллельный турнир от ESL и поэтому несостыковка по времени их, собственно поставили им тех пор еще раз глянем на сеточку и я сейчас почитаю чатик, пока у нас перерыв в играх так турнир ESL тоже изменяет рейтинг команд измеряет рейтинг команд по Европе и миру по-моему, нет, по-моему, они не измеряют этот рейтинг сейчас мы посмотрим европ, овервотч комьюнити ESL премиум но у них, скорее всего, есть какая-то своя ладерная такая система вот, в которой будут накапливать очки игроки вот, но не знаю такс нет, ребята, я не могу найти если вы найдете, скиньте ссылку посмотрим, кстати, мне тоже интересно будет посмотрим, кто там, как играет в рейтинге вот, пока мы вернемся к сеточке так, где тут сеточка вот сеточка скрываю я уже ROS16 а, кстати, давайте, нет, давайте посмотрим, как проходил турнир вот, посмотрим мы, как поднималась команда как поднималась команда Annex и вот они сейчас вылетели только что проследим мы их путь долго довольно листать проще вот так вот найти ага, понятно нет, ребята, не будем мы смотреть их путь слишком это слишком много стадий здесь уже пройдено верну я обратно сетку вот, и увидим мы, что будут играться полуфиналы так где-то это выслуживаю уже видел из СК-2 сбежал он теперь в другую видео с теми ребята, это Халдор это знаменитый комментатор по СК-2 вот, но последнее время он комментирует Heroes of the Storm официально вот, поэтому не пугайтесь Google только рейтинг команд из GhostsGamers выдает да, вот значит, пока что нету ну, ESL, они не проводили же еще турниры это самый первый их турнир вот, со времен ну, с момента релиза игры соответственно вот только сейчас они этот рейтинг и сформируют вот из команд, которые сегодня участвуют на турнире, собственно поэтому вот, поэтому мы ждем чем закончится игра чем закончится этот турнир Халдор вернулся, давайте мы его поставим послушаем, что он скажет интересного ну, ничего интересного он не рассказывает вчера, конечно, комментаторы были посодержательнее они, ну, рассуждали и о картах о том, какие пики в основном сейчас доминируют почему вот, почему они решили выбрать такой формат проведения в одного героя ну, в одного скажем, без повторений героев вот, это было довольно интересно ну Халдор, он, знаете, он сегодня вызвался насколько я понял неофициально ну, как бы не как представитель ESL, да комментировать а как вот свободный такой стример, которому дали доступ в игры поэтому комментирует он посмотрим, что там еще есть создали уже лобби я вот вижу по и похоже, что будут, да будут играть Overwatch Kings давайте я подключаю стрим с лобби будут играть Overwatch Kings против команды Preds команды Preds напомню из СНГ вот сегодня они играли и проиграли и проиграли команде Ennex на турнире The Battle вот, со счетом 2-1 по-моему по картам вот, ну ничего страшного это ганимет роботизированный у него справа у таблицы доната нет, по-моему справа там был так не показывает нам здесь лобби давайте посмотрим еще раз у Халдора что тут есть это у него такой зератул няшный нарисован а до этого он ставил граффити жнеца из набора граффити вот эти вот милашка да, там где у них такая большая голова у героев у всех из Overwatch который дается эти граффити даются за получение ачивок на конкретных героях в игре вот а это по-моему все-таки зератул еще раз всех приветствую ребята кто присоединился к нам на трансляцию смотрим ждем мы сейчас начало полуфиналов на турнире Go4SK2 ой Go4Overwatch простите слишком много я смотрел Go4 ага так забыл еще отключить контактик конечно же не готов пока к стриму все теперь готов так на чем я остановился ах да мы смотрим полуфиналы турнира Go4Overwatch ну вот европейский турнир первый от ESL с момента релиза игры и собственно вылетела одна из наших команд Ennex только что мы смотрели четвертьфинал форматом был Best of 1 но сейчас формат Best of 3 команда Preds будет играть против команды Overwatch Kings команда Preds представляет СНГ не началась там пока еще игра собирают пока лобби видимо вот Халдор говорит что он тоже зашивается переключается между играми думает что смотреть с Халдором кстати по-моему недавно было интервью ну как недавно осенью что ли было интервью в каком-то из офисов Близзов тогда ребята с Гудгейма записывали то ли Майкер у него брал интервью то ли Нифанда вот по-моему было с ним интервью и с Граби довольно интересное вот в записях я думаю на Гудгейме можно его найти посмотреть рассказывает он про то чем он сейчас занимается вот он смотрит тоже Heroes of the Storm и комментирует это подается как отборочный победитель проходит на более крупный турнир от ESL да это как бы еженедельные турниры вот а потом в конце будет ежемесячный турнир на который попадают топ-4 команды из вот этого турнира они попадают сразу на ежемесячный турнир по ну получается по инвайту вот по квоте а также будут проходить туда отборы вот там они смотрят по-моему по ладеру по очкам в ладере и собственно как будет какие команды занимают верхние строчки в ладере они попадают на этот ежемесячный турнир там более крупный призовой фонд кажется и будут более такие глубокие игры там форматы более объемные там best of 3 best of 5 в общем группы наверное будут не знаю надо посмотреть посмотрим подождем как будет будут обстоять дела так он в прошлом про геймер по-моему нет по-моему он как комментировал с к 2 в свое время долго особенно gsl он в Корее по-моему жил некоторое время вот коментил оттуда с к 2 давайте я вам включу картиночку из лобби о как раз начинается у нас игра этот стрим мы наверное смотреть не будем или нет давайте его и посмотрим сейчас только выключу халдора чтобы он нам не мешал вот это французы какие-то тоже они стримят ой то есть будет личной командой ладер рейтинг для игроков нет скорее всего по командам будет мне кажется по командам валендук он а не прогеймер петр а что-то категорично отзываешься о халдоре о зажатые наблюдатели не могут вылететь это из-за того что насколько я понимаю это багуля вот потому что на нумбане вот эти вот видите выходные как бы проемы там где нарисована желтая рамка да и стоит плюсик они не совпадают с дверными проемами как бы через обычные вот эти вот рамки пролетать можно даже если там какое-то препятствие есть а вот за атаку там отнесены эти проемы ближе к базе а все двери они именно просто закрыты законопатчены поэтому не могут пролететь собственно это будет первая карта первая карта полуфинала между командами прец и овервотч кингс прец команда из снг напомню фузи играет на макри клосс на рейнхарте сайлент дум на люсио хроло как обычно на вдове нудлис играет на ангеле будет поднимать своих игроков и виноградина на танке на винстоне овервотч ухо пах по макрицах ухо левой стороне по балконом видят хроло кого-то на точке закидывает рыб спамят он гранаты в правую часть карты к балконом, который ведет. Рыб убивает виноградину. Виноградина, кстати, репикнул своего танка на гэнзе. Ух, нарезает здесь бастион. Сейчас будет заходить со спины команда атаки. Олба убивает Клоза. Ну и продолжает спамить рыб в помещение с заточкой. И Хролла мажет по рыбу. Пытается вынести бастиона, но туретка уже обратила внимание на нее. Наносит в сторону по гному и убивает, собственно, гном в ответочку. Хролла как-то невнятно здесь сыграл. Не попал он первый раз по бастиону. Потом у него плохо получались выстрелы по туретке, и он не знал, кого убивать, и, собственно, поплатился за это. Рыб почти накопил ульту. Эйс Феллот разложился прямо на точке, в наглую. Здесь Люсио заливает по нему своими шариками. И Хролла отличный минус по Михру, но поднимает Ангел с защиты своих двух героев. Тут же умирает Хролла, продолжает нарезать, убивает двоих. Убивает также Клоз Бастиона, и заходит команда Прец на точку А. Бастиона на турнире. Да, вчера мы тоже видели только одного Бастиона. Ну что ж, команда защиты отходит назад. Потеряли они своего снайпера Эйс Феллота. Группируются, ждут снайпера и будут навязывать бой. При этом, точка двигается довольно хорошо Прецами. Дошли они уже почти до второго поворота. И началась... Заходит команда защиты к точке. Сейчас они начнут атаковать ее, чтобы зачистить и законтролить ее. В спину залетает Виноградина. Убивает его... Почти убил его Рыб, и кажется добьет. Нет, не добивает. Отвлекается он на Клоза. Рыб в итоге уходит, отхиливается. Убивают Твиди. Теряет двух героев с защиты. Третьего добивает... Убивает Ангела. Очень важный фраг. Убивает Хролла. Врывается Рыб, тоже умирает. Отличные два минуса от Хролла. Вот очень зарешало то, что Хролл убил Ангела защиты, потому что она не смогла поднять свою команду. Ну что ж, Претс активно очень толкает повозку. Заряжает ульту Фузи. Ждет он, пока сломает щит кто-нибудь. Эх, ультанул он получается только в один лишь щит Рейнхарта. И защита здесь, конечно, расправляется с героями красной команды. Да, и не дали воскресить Нудлису свою команду. Также умирает Ангел команды защиты. Но у нее еще нет ульты, но своя команда жива. Ждут они хила. Твидди получил уже довольно неплохо по лицу. Остался у него в Рэг где-то 300 хп. Ульту почти зарядил Уинстон. Сейчас он... Да, его сейчас, наверное, ультанет. Вытягивает его Турбосвин. Смотрите, какие сегодня разнообразные пики. Отталкивает Хрола. Хрола, беги, беги, родной. Ух, как же нарезает Эйс Феллот. Убивает он одного Макри, убивает Ангела. Продолжает заливать урон, не попадает по Хрола. Ну и отбрасывает, отбрасывает атаку. Атакующих героев прям вообще на респу. Смотрите, еще добивает. Олба делает отличные три фрага. Дабл Макри от команды Родж Кингс. Неплохо они сыграли. Олба сделал минус три при поддержке Эйс Феллота. И... Теперь будут... Ждать и перегруппироваться. Прэдсы, им нужно как-то заходить. Нужно что-то придумывать, потому что два Макри это огромнейший урон. Ультует Эйс Феллот. Зачем же ты упал? У тебя же была отличная позиция. Это, конечно, ошибка от него. Которая... Ну, кстати, пока не стоит ничего своей команде. Олба делает шикарные минус четыре. И поднимает свою команду Нудлес. Показывает нам... Притягивает Михра. Не добил его, к сожалению, Турбосвинт. Сейчас он будет выхиливать всех своих тиммейтов. Хрола репикнул Макри. Вот, решили ответить своими двумя Макри на Макри оппонента. И, собственно, отбрасывают защиту. И остаются последние три метра. 2.60. Убивает Олбу, Хрола. Отлично. Минус два. Минус три. Трейсерку взял рыб, чтобы потянуть еще время. И довозят точку ребята из команды Претс. Первая половина остается за ними. Время, кажется, там оставалось минуты четыре. Ну, мы будем держать в уме, что... Довольно быстро дотолкали. То есть, буквально две-три атаки удалось сдержать команде Overwatch Kings. Это вот... Одна атака была вот здесь. И две атаки было вот на этом моменте. Отличные. Ульта там от Ангела залетела, но показали нам минус два только от Олбы. Собственно, ждем. Ждем смены сторон. А ты как его показывать будешь? Присоединяйся внимательно. Косимон на стриме, вон, контент РСК-2. Сейчас стримит урочи, они к его в стиле Фоцца. Ладно, хоть все Близзард. Понятно. Люсио подводник. Мне противоречивое чувство от этого скина Люсио все-таки человеком был. Наверное, он мне больше нравится. Ну, вот эти вот лягушки непонятные, конечно. Не-то-чень сервер, правда, пишет Silent Doom. Не нравится ему что-то в пинке. И начинается у нас все-таки игра. 17 кило вдовы, я думал, они на турнире вообще пару убийственных картах делают, а потом репик. Нет. Ну, хролл уже нарезал, да, на вдове. Вот он очень грамотный. Вдовы, наоборот, на турнирах обычно шикарно себя показывают. Они делают там топовые фраги. И сегодня даже, ну, я смотрел, ребята на вдове, кто-то, не помню. По-моему, из команды NG Blue играл то ли Еур, то ли еще кто-то на вдове. Вот, в общем, набил 18 тысяч урона. Я не знаю, на карте Дорадо там то ли в щиты он просто стрелял по КД, заряжал пушку и стрелял в щиты. Но это достаточно прилично, да, 18 тысяч урона на вдове. Это, смотрите, давайте вот так вот немножко, минутку математики. Наносит, давая полностью заряженное 200 урона, да, набрал он 18 тысяч урона полностью за игру. То есть, если он полностью заряжал каждый свой выстрел и попадал в кого-то, да, то есть наносил 200 урона, ему нужно было попасть 90 выстрелов. Получается. 18 тысяч делим на 200 урона за один выстрел и получаем 90 выстрелов. Вот такие вот показатели. Ребята, полностью заряженных и попал при этом. Вот, то есть вдовы показывают хороший уровень. Снайперы всегда... Хорошие снайперы всегда в цене, и команды зависят от них. То есть фраги делают снайперы и основные дамагеры типа Макри. Вот, остальные в основном нужны только для того, чтобы поддерживать их жизнь. Вот, типа два саппорта и Рейнхард нужен, чтобы держать щит и не давать чужим снайперам наносить урон. Вот, началась у нас очередная дуэль снайперов. Эйс Феллот убивает Хрола. И, кажется, очень легко заходит Overwatch Kings на точку. Убивает Ангела. Убивает сейчас еще крысовчик Рыб. Сейчас еще убьет Макри. Нет, не убьет, выживает. Да, как-то раскидали. Просто забежали, раскидали всех, и Рыб сделал минус два, и точка А была взята слишком быстро. Это, конечно, очень плохо. Команде Preds надо как-то держаться. Им нужно удержать... Им нужно до четырех минут дотянуть, но при этом еще напомним, что две минуты добавится за то, что доедет тележка, если доедет тележка до второй точки контрольной. Не всякий Рейнхард только Армора поглотит. Это же 120 трейсерок. Да, да, да. То есть... Я про это и говорю. Хрола подрубает ульту. Видит он теперь всех соперников. Дает им фу своим тиммейтам. Отличный хэдшот по Рейнхарту. Сейчас будет джампшот. Пытается выцепить. Не попал, не попал. А второй выстрел попал, но заряда не было полного. А так можно было попробовать выцепить Ангела или другого тонкого персонажа типа Макри. Так, Хрола. Пытается вырезать Люсио. Правильно, он фокусит саппорта. Отлично, опять хэдшот. Неплохо. Видит он Ангела и... Отлично. Поднимает у нас Нудли свою команду. Есть ульта у Фузи. Будет ли ультовать? Надо ультовать. Надо заряжать. Надо раскидывать. Ультуй. Нет, не успел. Не хватило урона. Смотрите, на 50 где-то хп доехал Твидди. Убил он Макри. Да, плохи дела у претсов. Времени-то они... По времени они очень проигрывают. Хрола берет маленькую аптечку. Ждет он своих тиммейтов. Тележкус же едет к последнему повороту. Хрола перезаряжается. Снимает надо Рейнхарта. Не успевает. Олбе зарядил ульту. Хайну наступил. Минус 4 он сделал. Нудли нет ульты. 72% на ульте. Сейчас бы так можно было поднять 4 своих тиммейтов. И тележка доезжает. Хрола берет трейсерку. Пытаются они успеть. 53 см остается до конца игры. Трейсерка залетает. Видим. Махает. Молотом. Подметает одну трейсерку. Подметает вторую. Ультует Люся. Еще здесь не все решено. Но кажется начался конвейер от команды Reprets. И да, Ангел не успела долететь. Все. Это 1-0 в пользу команды Overwatch Kings. Если игра идет по времени. Потому что я думаю они гораздо быстрее дотолкали точку. Чисто по внешнему ощущению. Олба. Сейчас покажут нам минус 4 от него. Зарядил он здесь ульту. И потом добил еще одного. Пока что счет 1-0. Пью, пью, пью. Да, и здесь еще убил Люсю. Класс. Но вот эта ульта и зарешалась собственно на последнем отрезке. Потом пришлось претцам пикать уже таких героев, которые пытаются сдерживать, ну, додерживать, скажем так, точку. И начался от них конвейер. Ждем мы начало следующего матча. Начало следующей карты. Выходит в лобби, меняются команды местами. И давайте пока посмотрим, как там на параллельной, в параллельной игре. Нет? Нет, нет параллельной игры. Да, Халдор начал стримить своих героев. Вот, больше он не стримит. Овервотч. Собственно, прекратил он на этом свою трансляцию по Овервотчу. Так, на этом стриме у нас тоже играет пресс против Овервотч Кингс. Карта Непал будет. Так, возвращаемся мы в игру. Счет у нас, напомню, 1-0 в пользу Овервотч Кингс. Сейчас, прикольно, они пикнули сейчас 6 Ханзо. Ну, развлекаются перед началом карты. Парайцы уже думают насчет своего пика. Берут они 2 Зари. Вот, только что мы видели, как проиграли Энексы 2 Зарям. Но сейчас они могут еще репикнуть все это дело. Пики надо будет анализировать уже за несколько секунд. до начала игры, потому что там вряд ли будут менять свое решение игроки. Так, и началась игра. Да, 2 Зари от Овервотч Кингс. Парайцы не стали играть в 2 Зари. Легендарный скин у рыба, полярница. Началась у нас битва, Заря на Зарю. Разогреет хорошо Рыб, у него 36%. Ну, не самый лучший разогрев, но 36% нормально. Урона хватает, его убивает Заря из команды Предс. Это, кажется, был Сайлент Дум. Адетониан тоже, Адетониан взял Зарю. Хороший у него был разогрет, но Риппер его прогрел. Прайцы захватили точку и... Ждут они атаки от Овервотч Кингс. На это привет. Энексы совсем слили. Проиграли 1-0 в четвертьфинале. Вот, к сожалению. Команде как раз-таки Овервотч Кингс. О, хорошая ульта от Зари. Туда не хватает урона, но Люсио контрит. Люсио вовремя дает, нажимает ульту. Ну, Нудлис спасает свою команду, тем самым заковырял все-таки тивиде Сайлент Дума. И репикается Люсио. Что же придумали Овервотч Кингс? Надо им как-то вскрывать эту точку. Там два Макри, Заря и Уинстон не дают заходить. Так, Нудлис прибежал к своей команде. Хилит он Хролла. И ультует, ультует Фузи. Нет, прерывает ему ульту Твиди. Мешает Уинстон ультануть. Но сам тоже умирает. Хролла отлично забирает в спину его. Адетониан тоже умирает. И остается, наверное, буквально время на одну атаку только. Проект уверенно контролит объект. Уверенность отчувствует на этой карте. Заходит Макри, кидает флешку. Адетониан, 50% у него разогрев. На Заре. Ох, ульта от Кло за двоих забирает, убирает. Ол будет Твиди. Ультует Заря. Ну что ж, перехватили. Перехватили объект ребята из синей команды, а именно Overwatch Kings. Сейчас надо Прэдсом убить Мишра и... И уже Твиди надо убить. Все. Отлично. Там ульта была, видимо, от Рейсерка, от Эйсфелта. Трейсерка забрала троих. Не показали нам, к сожалению, этот момент. Но... Закидывает теперь Адетониан свои гранатки. У него всего 10% разогрева. Это мало. Но сейчас будет еще больше. 60 уже. 70. Соточка. Полный разогрев под ультой. Люсио заходит Прэцци. Надо забрать Зарю. У нее слишком большой разогрев. Клосс умирает. Да. Заря с полным разогревом сейчас разберет всю команду. Прэц и... Overwatch Kings взяли второго Люсио. Давайте я вам расскажу, как это работает. Подрубаются отдельно одна аура на скорость, отдельно вторая аура на хил. Но при этом Люсио один и Люсио второй поочередно чередуют увеличение количества здоровья. Ну, увеличение хила. Там до 40%... До 40% единиц здоровья в секунду. Поочередно. Они как бы меняют эти ауры. Хорошая ульта двоих от Зари. И трейсерка накрывает своей ультой. Хролла заходит в спину, убивает одного. Подрубает полдень. И убивает трейсерку плюс Зарю. Надо добрать этого Люсио, и перехватывается точка от красной команды. 99%... Нет, все, не будет овертайма. Не поможет овертайм, скажем так, синей команде. И 1-0. Первый раунд остается за командой Прэц. Но счет по картам пока что 1-0 в пользу Overwatch Kings. Найта, еще раз привет. Я уже здоровался. Всем большой привет, кто вновь присоединился. Зарядка Ангела на урон до начала раунда не работает. До начала раунда. То есть, когда они стоят на базе? Да, я даже не знаю. Я думаю, работает. Можно потестить. Можно взять Фару, допустим. Можно взять Ангела, подрубить увеличение урона. И играть на каком-нибудь Нумбане в атаке, да, вот как я рассуждал. Там, где зона, в которой не отхиливаешься. Вот, и потестить. Опять в пике 2 Люсио от Overwatch Kings. Кидается флешка, убивают троих героев. Четырех уже героев убивают Прэц и остается последний Люсио. Все, сбегают они на объект и берут точку. Неплохо они выбежали, убили всех и сейчас пользуются моментом. Захватывают объект и копят процентики, важные, нужные для победы. Салендум засек четырех героев противника, заходящих на точку. Хороший у него разогрев, 70%. До соточки его разогнали. Закидывает гранаты. Ну, нужно фокуснуть сначала Хила. Убивается Люсио, умирает Заря, умирает Винстон и добирает второго Люсио, а именно Миша. Продолжают контролить объект. Видели святые? А, ну да, точно. Точно, точно. Закидывает. Есть ульта, кстати, у Салендума сейчас появится 97%. Хороший у него полный разогрев. Ультуют здесь, подрубает цветок смерти Жнец. Щит на Винстоне. И давят, просто давят, откидывают команду синих обратно к точке, ой, обратно к Респу. 50 с копейками процентов, я думаю, сейчас где-то на захвате. Уже есть ульта у Салендума. К сожалению, падает у него все время Заряд. Заряд падает, 40% уже. Нужно где-то набирать его. Ультует. Ой, там два щита от Зари. Заряд там полностью разогретое сейчас. Но ей это не поможет, потому что щиты как только спали, тут же вся команда погибла. При этом точку-то забрал, точку-то забрал Макри, или кто-то зашел в спину, или трейсерка. То есть пока убивали героев синей команды, трейсерка зашла в спину, захватила точку. Но лишь 6% это немного времени потеряли ребята из прейс. Начались овертаймы, 99% у них захвачены точки, рыб. Ульта пошла от Салендума, но не забрали никого. Атетония забирает двоих и, похоже, разваливаются. Ребята из прейс, надо заходить. Ультует же не, хорошо. Вот это ульта, которую он сделал минус 3 и обеспечил победу своей команде на второй карте. Счет 1-1. Ждем мы третью решающую. Мотодос свеженькая сетка. Мне эти ники ни о чем не говорят. Понятно. Ну, ники запоминать их. Вот, например, я вчера запомнил, точно запомнил Тейлспина. Вот, игрок, который на фаре в команде Envias просто божил. Вот он просто хорош был. Сегодня фаре непопулярно. Ну да, не пикнули ее еще пока. Не видели мы ее в пиках. Популярны, как всегда, макрии. Макрии всегда будут в теме, пока их не пофиксят. У них слишком сильная, скажем так, способность. Вот эта вот флешечка, она останавливает первое соперника на то время. Достаточно, чтобы выпустить магазин без барабан из револьвера, который наносит, напомню, в районе 400 урона. Нет, с командой местами. Сейчас посмотрим, какая будет следующая карта. Карта Голливуд. Видели мы много вчера эту карту. Вот, но сегодня, напомню, у нас герои могут повторяться, и поэтому, я думаю, здесь будет поинтереснее, чем было вчера. Да, ульта в макрии тоже не слабая. Это точно. Каждую секунду заряжать по 100 урона, а потом выдавать, это... Это тоже не хухры-мухры. Нерфит. Попробуй-ка занерфить. Так говорит Дива. Вот, на английском языке версия этой фразы как раз звучит, как нерфит. Ну, ждем начала. Последние секунды остаются до сбора героев, до выбора героев, и теперь уже команда защиты выходит из своих спаунбоксов. В защите взяли трех Люсио. Ай, прикольно. Ух, какое граффити есть у виноградины. Побил этого ребенка, бедного, покидал в него гранаток. Такой троляка. Вчера мы видели очень классный, очень классный, как бы, минус одного героя на старте. Ввешали крысавчик в защите и симметра турельку плюс свои капканы на один из выходов, и там происходил гуф одного героя. Собственно, в защите у нас симметра, Рейнхард, Макрия, крысавчик и Ангел. Это вот вчерашние пики один в один. Правда, единственное, крысавчика пикали в основном ребята из команды NG Blue, кажется. Вот они... Вот у них фишечка такая. Ну и из Рейнайтед Анфиксы тоже играл на красавчике, я помню, на Холливуде, на Голливуде в защите. В атаке есть три танка. Два Уинстона, Рейнхард, два Макрии. Урона, в принципе, будет хватать. Посмотрим, как они реализуют свои купола. Рей получил очень много урона, фокусит Ангела. И зря, зря прыгнул, наверное. Но все-таки удалось ему убить. Нудли спал. Умирает. Еще два героя из команды защиты, но Хролла отлично и делает минус два. С помощью симметры и хорошего има. Намучились комментаторы с виноградиной. Возможно. Бух, продукт. Да. Я представляю, как плавятся мозги. У англоязычных комментаторов от Ника Виноградина. Решили на второй этаж забраться ребята из Overwatch Kings. Закидывают они на точку. Влетает. Твидий пролетел мимо всех. Абсолютно получил очень много урона. Добили его. Хролла делает очередные минус два. Виноградина заспамливает. Люсио, но при этом умирает Фузи. Сейчас он поднимется, придет. Я думаю, он даже не будет связать телепорт, который стоит уже от Silent Doom. Потому что... Ну, нерационально. Вся команда соперников умерла. Смысл тратить заряд телепорта. Напомню, телепорт пропускает лишь шесть человек. Хролла. Сработала его минка. Забирается на второй этаж и ищет свою цель. Видит он Ангел. Отличный хэдшот. Вырубает он саппорта команды Overwatch Kings. И... Собственно, короли Overwatch будут сейчас отходить. Да. Убирает еще одного саппорта. Как же грамотно играет Хролла. Минус два. Минус три. Он продолжает стрелять. Он продолжает убивать, делает фраги. Отличный. Минусы. От Хролла. Хорошо себя показывает в роли снайпера. Ульта закончилась. Копит он новую. Видит, что выходит под щитом. Красная команда. Упадает он в зарю. Но там слишком много хп, чтобы его бить. Симметра. Сайон Дум закидывает в свои шарики. Сквозь щит Рейна. Они хорошо пролетают. И... Ну что-то... Перехвалил я Хролла. Не может он никак попасть. Вместо этого... В него попадает очень... Больно. Макри. Не происходит у нас пока никаких разменов. Герой команды атаки собрался в втором этаже. Сработала минка. Айс Фэйлд ультует. Эх, Хролла. Хролла отлично прерывает ульту Макри. Ульта Зари и полетела. Но некому туда вносить урон. И... Она просто потрачена. Рыб потратил свою ульту. И теперь... Ближайшие атаки две. Я думаю, он ее не накопит. Хролла накопил свою ульту. Джампшот от Айс Фэйлда. Не получается. Попадает Хролла в голову. Рейнхарту минус... 200 хп там с лишним. Ай-яй-яй. Ультует, ультует Олба. Помешали. Помешали. Хорошо. Макри красной команды. Не дал ему свой полдень. И отгоняют вновь красных на базу. Возвращают их на респу. Что ж, 48 секунд осталось продефиц ребятам из претс. Не придумали бы ключика к обороне. От претсов команда О'Вайкингс. Так, сработала ловушка от Хролла. Мало у него хп, надо его подлечить кому-нибудь. Получает он пулю, заходит заря в спину. Ух. Выживает Хролла. Наверное, Хролла тут ключевой игрок. Если вот умрет Хролла, да, или как-то вот не получится ему дать минуса свои, да, то... То будет все плохо. Олба ультует, забирает двоих, убивает Макри, убивает Симметру. Чашка приходится к Лозу, его уронили, пошли овертаймы. Залетают все в телепорт. Хролла. Дает минус по Люсио. Заходит уже на точку, мешает захватить ее команде соперников. 5 хп у него остается, не добивает он Ангела, и, кажется, потеряли точку А. Нет. Виноградина еще стоит и умирает. Да. На последних секундах, на овертайме проиграли точку А. Очень такой удар по морали, скорее всего, это будет для претсов, но надо собраться и держать. Джексор, Джексикор, привет. Приветствуем. Да. Ну, посмотрим. Надеюсь, они соберутся сейчас, и вот на этих вот длинных дистанциях Хролла сможет реализовать свой авик. Простите, сможет он реализовать снайперскую винтовку на вдове свой авик, это я, конечно, здорово загнал. Так, Сайлент Дум. Взял он Люсио. Смотрите, какой блатной Люсио в очках такой, на превьюшке слева видно. Вносит он урон по... Винстон! 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 Пролетают крики французов. Хролла очередной раз убивает Винстона. И забираются на второй этаж. Да, вот это любимая точка. Место встречи двух команд. Сейчас красные пойдут на второй, на лифт. О-о-о-о! Вырезает асфалта. Как же играет Хролла, ребята, этот Хролла? И Ангела! Сфотографировал Ангела и почти добрал Макри. У него там ХП 20 осталось. Просто не дозарядилась винтовка. Вау! Какие минусы! Еще забирает! Все-таки забирает он Макри. Видит там снайпера. Будет вылезать. Да, вылезает, попадает, но ловит от асфалта. В голову виноградина. Забирается на точку. Ультовать. Ультует. Восстанавливает полностью ХП. Отталкивает героев атаки от точки. Раскидывает всех. Ну, сейчас закончится ульта. Урона он много не нанес, но... Скидал от точки и дождался он своих тиммейтов. Запрыгивает на крышу. Хорошо. Фьюзи делает минус 2. И поднимает Ангел свою команду. Поднимает защиту двух героев Макри. Макри надо убивать у точки, а иначе он сейчас будет ультовать уже. Клосс взял Рейнхарта. Точнее, он играл на Рейнхарте, но... Добрался он до точки. Сделал минус 2, минус 3, но его забрал Дзиньята. Пикнули Дзиньяту в атаке. Интересный выбор, интересное решение, но... Победа на первой карте за претсами. Не дали они довести тележку своим соперникам до первой точки. То есть, получается, они потеряли только точку А. Соответственно, ребятам из претс нужно захватить теперь в атаке точку А. Да, показывают нам Хролла, лучший момент матча. Посмотрим мы еще сейчас, что у него на карточках будет. Делает он минус 1, минус 2. Третий мешает ульте Макри. И еще здесь убивает... Попадает по заре. Смотрите, 32 убийства, 22 стрик. Он сделал 22 фрага, и только потом его убили. Этот Хролла он раздает. О, Глебаня, привет. Где мой свин? Был сегодня один один свин, один уже. Но пока свинов нет. Что ж, последняя игра в этом противостоянии, потому что, напомню, счет у нас по картам 1-1. Первая половина этого раунда закончилась. Попадает. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, снайпер команды Прэц, и я думаю, что они смогут победить здесь. Продавят они точку А и дойдут до первой контрольной точки на телеге. Так, собственно, Виноградзе у нас играет на МакКри, взяли стандартный пик, вот появилась фара, кстати, в пике у команды атаки, а в защите взят солдат. Вот, фьюзи взлетает, заливает урон на второй этаж, туда попадает, видит солдата в пике у соперников. Вот, здесь висит эта бесячая туретка, надо ее снести, иначе сейчас будет заходить танк, и ему будет больно она нажигать бочину. Хрола занимает позицию, смотрит и ждет ангела, эх, попадает в щит, мешает ему щит. Майкер затащит в защите. Ну, у него есть хилочка, да, он такой универсальный боец, вот, посмотрим, накупит ли он ульту, хорошо ли он ее даст, и не получит ли он хэдшота от Хрола. Тогда он затащит, да. Так, конечно же, я надеюсь, что ребята из Прэдс сейчас зайдут. Забираются они на второй этаж, показывают нам от них, в основном, вижен. Много туреток спрятано на вот этой зеленой стене, залетают они вовнутрь комнаты, которые находятся за точки, нельзя подходить близко к... к Рейнхарту, в виде так... Да, вот, видите, минус два делает солдат, убирает он Макри, убирает... еще одного героя, а именно, по-моему, Фару. И заставка, ребята, полетели вообще, да. Сори. Спасибо, сори, ребята, что так получилось. Теперь, я надеюсь, вы все видите. Фузи, есть у него ульта, накопила нольту. Заливает по Рейнхарту... еще в свою, в своего ангела развернулся. Собственно, Фузи взлетает, получает он... выстрел от Макри, много очень урона получил, но... хиливит его ангел, сейчас находится под увеличенным дамагом. Своего солдата бафает Адетониан. И Фузи взлетает, наносит урон по солдату. Ну, пока нет у нас разменов, отталкивает Рейнхард своего визави. Ой, хорошо заблокировал ульту Клосс, но, к сожалению, он умер. Не получилось, видя, влететь в Хролла. Хролла делает Фузи один фраг по Олбе. Фузи ставит в Суитуретке Симметра, ее тут же сломали. Поднимает ангел двух героев команды защиты. Падает Рейнхард, у Нудлиса нету подъема, надо держаться, просто жить. Виноградина ультует, убивает Люсио двоих, ну, с помощью ульты. Красавчик пытался сгатить своей ультой на точку, и это, наверное, был последний шанс удержать точку А для команды Overwatch Kings. Но сейчас начинается у нас вторая стадия... Начинается у нас вторая стадия карты. Напомню, прейдсам нужно доехать до второй точки обязательно. Четыре минуты у них на это есть. Странно, прейдс написали в ГГ. Странно, ребята подумали, что они уже выиграли, но нет. Фузи, есть у него ульта. Адрес скидывает, он вынственно вниз. Не попадает, солдат ультуют сверху, двоих, троих видит, на лоу ХП, попадает. Нудлис поднимает свою команду. Нет, не поднимает, у него не было ульты, не знаю, куда он просто летел. Я думал, у него уже есть ульта, он так уверенно. Взлетал. Влетал в толпу. В толпу героев соперника и в трупы своих тиммейтов. Я тут с вами, но я сплю. Давай, Пётр. Отдыхай. Ультует. Не ультует, а запрыгивает у нас виноградин на второй этаж к солдату, но солдат находится под хилом. Вот. Собственно. Солдат почти опять накупил ульту Хрола. Сейчас, наверное, умрет от солдата, да, потому что автомат солдата, он и больше урона наносит, и, по-моему, он поточнее будет, чем автомат, автоматический режим стрельбы у вдовы. Отличный опять, слушайте, солдат, это неплохой выбор. Он с ульты забирает двоих и помогает убить еще Клоза. Ну что ж, про это сам надо что-то придумывать, как-то забирать точку. И Хрола отличный фраг делает. Надо забрать хила в первую очередь. Да, не получилось забрать хила, и вот скресила она четырех героев команды защиты. Теперь будет сложнее заходить. Теперь надо по новой всех убивать, хотя были даны басы Overwatch Kings, они убежали. Да, Олба делает минус два. Что ж, разваливаются претсы, им надо по новой собираться и забегать. Твиди запрыгивает в толпу, находится он под действием, под хилом Ангела, и да, делает минус три. Команда Overwatch Kings тут же умирает, правда, Твиди. Слушайте, Апритт сдавит. Эх, подрубает ульту солдат. Его тут же, тут же накрывает флешкой Макри, Клосс добивает, ультует Фузи, убивает только одного. И вновь отбивается синяя команда. Взяли уже второго Уинстона ребята из Прэйдс. Решили они, что им не хватает вот этой мобильности, чтобы сбежать до точки и заодно вот ворваться вот так вот в солдата, потому что солдат наносит дичайший урон. Режет здесь рыб. Ох, как же он нарезает. Убьет ли он обезьяну? Я думаю, убьет, зарежет ее. Нет! Хрола! Хрола перебежит. Передамажил Кэнзи. Нужно убить Люси, у которой мансит на точке. Пошли овертаймы уже. Закончилось время. У Ангела есть ульта. И все, раскидали всех претсов. Овертайм закончился. Слушайте, это ничья. Интересно, что в таком случае будет. Я думаю, сейчас будет какая-то карта контроля объекта. Очень напряженное противостояние. Две равные команды. Первую карту, напомню, выиграли Овертайм. Положение нет. Интересно. Честно говоря, не знаю, этот тонкий момент, кто сейчас выиграл. Посмотрим. Давайте посмотрим. Ага. Объектив затем. Ребята тоже сами в шоке. We have to play Decider. Пишет это Тонио. Да. Похоже, у нас будет Decider Map. Будет играться карта контроля объекта какая-то. Либо Непал, либо Ильос, либо башня Лидзян. Давайте пока посмотрим, что у нас тут в чадике. Картинку. Сейчас я посмотрю. Вот Маздая. Прикольно. Греция. Ну, я тоже надеюсь, что будет Ильос. Маздая, Бастиона мы пикать не будем на ней. Я думаю, игроки тоже не будут Бастиона пикать. Как на последнем челлендже. Так, давайте я пока сделаю небольшой перерыв, ребята. Оставлю я вам вот этих вот французиков и отойду на пару минут. Перерывчик. Оцг. 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 Учаги висши шепен. Учаги оцг. 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 Van-e valami a másik Ágrajzon? Valami másik? Graviton Surge. Így néz ki, hogy a Creation Esports jutott a döntőbe. Мючки ацг. Оцг. 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 Игент через и в гор Оцг. Оцг. Иосон difícilе so поток Princeton котор по не знаю, как можно будет, но тогда я максимально с друзьями в этом и 2-3 хитра и ухожж контент это я думаю, что я и не знаю, что какая-то и ухожж нехожж пайя потому что очень бананно это 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 очень но и и и Я слышал, что это может делать файл-креалов, чтобы они смогут делать файл-креалов. Да, это очень важный момент. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 В секундах четыре трейсерки были пикнуты, по одной они продлевали жизнь, продлевали овертаймы, и в какой-то момент они просто скооперировались. У них получился такой момент, когда они вышли вместе, убили четырёх героев команды атаки, перехватили точку, да, претс едут домой. Вау, вот эта игра, близкая очень игра, вот это очень классный полуфинал, 2-1 счёт, в пользу команды Overwatch Kings, они выходят в финал, а претс будут играть за третье место. Так, посмотрим мы что-то на других стримах. Это, конечно, эпик, ребята, это эпик. Это. . , , . . . . . . . . Ну да, это было, что это было в Овеласе, в последнее время, в эспорт. Это было очень много, было это было. Я не знаю, что это было. И вот этот вопрос, что это будет вопрос. Это очень хорошо. У меня есть вопрос, что я с тобой лежу, и я с тобой вернусь, и пи конечно же ну что ж давайте включим холл холдор у нас не стриме да точно поэтому будем смотреть вот этих вот французов оказывается это вообще не французы это фангари это венгры всех я приветствую кто смотрит в этот пока еще не поздний час трансляцию ребята всем большой привет смотрим мы с вами турнир от esl go for overwatch впереди нас ждет финал посмотрим мы сейчас как доиграли кстати посмотрим сеточку как сыграли на скрей creation gaming против creation и sports против graviton surge подрубаю я сеточку и creation и sports выходит финал будут играть они против overwatch kings пройдет это все формате best of 5 вот давайте посмотрим путь команды creation и sports выиграли они каких-то ноунеймов ну миксы вот играли они с ними вплоть до команды gravitation тюрдж в полуфинале выиграли они их и сейчас кстати интересно будет ли написано какой счет вот сейчас они будут играть против команды overwatch kings которая выбила напомню 2 снг коллектива вот подряд из сначала nx overwatch из полуфиналов из четверть финалов а потом из полуфиналов выбила команда overwatch kings выбила наших ребят и спрэдс счет 2-0 до creation и sports 2-0 укатали graviton surge вот собственно впереди нас ждет финал ну что ж я очень рад что сегодня турнир такой хоть он идет долго да с четырех часов но мы смотрим только вот финальную часть вот этот полуфинала четверть финал и финал потому что потому что в первой части игры там неинтересно идет довольно долго она давайте поотвечаю на ваши вопросы если они у вас есть кстати сегодня что ли разрешили брать из знаков героев вчера такой штуки не было до сегодня турнир потому что от есть целых у них другие правила вот они дайте покажу вам правила ссылка есть конечно же в чатике да вот если написать слэш мод вот но давайте еще раз посмотрим правила почитаем их значит финал будет формате best of 5 проходить и вот у нас у нас сегодня присутствует абсолютно все карты вот можно увидеть список все 12 карт доступны в игре все герои доступны можно каких-лим предела лимитов на героев нет они не лимитированы можно брать хоть 6 у инстонов или 6 бастионов как по названию команды который играл вчера поляков вот и собственно выключен у нас дескам но это все понятно килкам это правильно ну в районе двух трех минут осталось до следующей карты до следующей игры до финала creation и sports против overwatch kings мы обязательно их посмотрим так ну заметьте вот для то что можно пикать двух одинаковых героев да это гораздо более интересно смотреть это и добавляет вариативности в действиях вариативности в стратегиях плюс здесь карт много нету этого постоянных kings row с типичным набором набором героев вот очень даже здорово слушайте это у меня еще сегодня получится немножко overwatch поиграть я прям даже не верю вчера мы с вами боролись с этим турниром пытались боролись с сном вот досмотрели мы в рейтинге гусу геймерс nx 4 место пресса 17 вот спасибо за информацию маздай как могу прокомментировать ну смотрите на турнире принципе пресса дошли до полуфинала да очень даже неплохо то есть они сыграли сколько получается раз два три 4 5 6 игра подряд они выиграли до плюс сейчас проиграли в полуфинале очень близкая была игра не были все шансы победить но ты буквально не хватило в конце чуть-чуть в ручкинг спикнули 5 трейсеров и собственно взяли и лез в свои руки вот будет кстати возможно сейчас будет играться матч за третье место пресс против gravitations и гравитон сюдж посмотрим посмотрим будет ли играться финал или почти третье место или возможно они будут играть отдельно то есть не параллельно и мы сможем посмотреть оба матча не знаю матчи за третье место мать за третье место проходит формате тоже best of 5 вот но борьба там идет лишь за очки в рейтинге сл финале разыгрывается 100 долларов затем покажу награды 150 долларов простите вот первое место с точков по системе на сто двадцать восемь команд в турнирах серии go for overwatch и призовой фонд даже 150 долларов а евриков вот вот так вот пусть это отомстят им за nx of смысле уже проиграли не получилось у ребят из пресс отомстить за nx of и только что они же проиграли вот сначала nx и проиграли овервачкингс да потом прессы проиграли им же прессы уже прошли отборочные в смысле мазда и ты про что у нас сейчас будет впереди либо финал либо матч за третье место nx и проиграли сурджам вчера понял гравитейшн да да они вылетели точно точно все понял я твою мысль они уже в топ-4 то нам ну болеть за прессов если покажут нам их игры давайте посмотрим что там на каналах трансляции творится и будут ли играть эти матчи параллельно вот этот интересный момент появились у нас уже кстати расписание карт давайте посмотрим давайте посмотрим расписание карт на финал первая карта будет ли джан тавер линдзян линдзян тавер вторая карта непал то есть контроль объекта в первой на первой карте который объекта на второй карте третья карта будет играться гибралтар и если понадобится четвертая карта то это будет 666 и пятая карта или с тайбрейкера то есть вот как у нас было только что да у нас была ничья и для выяснения кто победил на карте допустим на 1 из на третьей или четвертой карте будет играться один раунд на карте или ос для выявления победителя ты сказал четыре лучшие команды идут на месячный есть сел да по-моему так и написано на где ты это видел в описании турнира вот да можно сказать так что прошли они отборы ну плюс они получают вот гарантированность 40 очков по этой системе go for overwatch tsl и собственно также появились у нас пики смотрите для матча за третье место между пресс и гравитон search это первая карта будет дорадо 2 непал третье или или джен тавар четвертая любимая наша king's row и пятой картой будет numbani вот решающей карты для ничей для ничейных ситуаций это будет ханамура на стриме уже начинается сбор лобби вот это человек третий вот от того делая к а вас как это этот 8 есть у нас официальная трансляция 3 слов кстати вот мы смотрим каких-то ребят есть официальные силовская трансляции и сразу не приметил посмотрим что на ней происходит они будут показывать как раз грант гранд-финал между overwatch kings и creation и sports ну да на всех остальных трансляциях тоже будет играть гранд-финал а матч за третье место скорее всего показывать не будут что же ничего страшного мы люди горды посмотрим финал а ... ... ... ... ... ... Да, есть еще одна французская трансляция, у них тоже там будет финал. Ну что, ждем, ждем, давайте я вам пока включу картиночку тоже из лобби, вот, кто-нибудь знает голливудского режиссера Чимберлена, нет? Ребята, давайте я вас пока спрошу, какая вам система проведения нравится больше, вот, вчера у нас не было, были недоступны большая часть карт, вот, ну, три карты, точнее, были недоступны, было всего девять карт, шесть из них это с тележкой, да, и три карты контроля объекта, плюс, там, в вчерашнем турнире была возможность, не было, точнее, возможности пикать двух одинаковых героев в одну команду, вот, как вам больше нравится, когда, есть возможность пикать двух героев, или нет, начало у нас будет на карте Лиджан Тауэр, Лин Дзян, на карте Голливуд, режиссерское кресло с фамилией Чимберлен, во всем есть свои плюсы, ну, да, в принципе, более такая, более организованная, сосредоточенная мета получается, если нет выбора двух героев, плюс, как-то, хоть как-то с фором можно состыковать, но в, мне больше нравится вот такой вот режим, как от ESL, потому что тактики с повторными героями слишком небалансные, да, ну, на них зато интересно смотреть, мне лично, как зрителю, больше нравится, вот, наблюдать за большим количеством тактик разнообразных, ну, это мое мнение, хотелось бы просто поделиться с вами, и будем мы смотреть финал, предлагает уже распилить фонд, происходит у нас 3-2-2 в прямом эфире, вот, в этот Чинча профайл, да, к черту, баланс и тактику, 6 бастионов, ну, вот, вы видите, да, действительно, происходит 3-2-2, они пилят фонд уже, пошла-мошна, creation is ready, да, ездишь, одна команда готова, creation, это обладатели серебряных медалей на чемпионате от Take TV под названием TakeOver, вот, они заняли второе место, проиграв фрогом в финале со счетом 3-4, а мы переходим на карту башня Лидзян, находится она в Китае, вот, в принципе, здесь есть 3 раунда, 3 отдельные карты под каждый раунд, начинаем мы с карты озера, вот, в центре находится такая высокая башня, вокруг озера, и, собственно, баталии происходят либо справа, на открытой площадке перед точкой, либо слева в зданиях, в коридорчиках, вот, которые тоже так же ведут к круглой точке, показывают, значит, карту, сверху, вот, в окошко залетит, не залетит, нет, не стал залетать в окошко, наблюдатель, повесили ребенка, 3 граффити с вот этими детьми из мультфильма, посвященному трейлеру, ну, мультфильм-трейлер, слэш-трейлер Overwatch, который был показан близко у него в 2014 году, и у нас началась атака. Две Зари в пике команды Overwatch Kings, тут же умирает оба Макри из этой команды, и умирает оба Макри из команды Creation Sports. Разменяли команды Макри друг друга, и... да, игроки тоже в шоке, как так получилось, но Overwatch Kings захватывает точку, выбили они своих оппонентов, Заря против Зари, пики-то абсолютно одинаковые, и... что? Пошел ремейк, Killfit, что это значит? Killfit Zone. Короче, они походу поделили действительно фонд, и сейчас просто устраивают какие-то... какие-то потешные игры. Ну, какую-то настройку, скорее всего, просто не поставили, и... ребята развлекаются в чатике. Странно, обычно сначала за третье место борьба, потом финал. да, ну, они... у них же все игры проходят параллельно, вот, что-то мне подсказывает, что сейчас матч за третье место тоже идет параллельно, мы после вот этой карты посмотрим, как по сетке там, наверняка будут обновлять счет, вот, и мне кажется, что матч за третье место идет как бы вне трансляции, вот я посмотрел три или четыре основные трансляции, там не показывают, к сожалению. Так, ну что ж, второй раз уже бегут игроки на точку, пики почти одинаковые, у Creation Sports только есть зиньята, единственное отличие, и хорошие минусы, минус четыре уже дают ребята из команды Overwatch Kings, минус пять, остается только у обоих живых, ждет он свою команду, пытается убить хотя бы кого-то, и умирает от зареи. Ну, теперь вынуждены ждать своего Макри, креэйшены, заливают в них там Люси, издалека, пошла скорость, не подключает пока хил, хочет как можно быстрее добраться до точки, и вот только сейчас и есть хил от Люси. Надо держать, нет, сейчас упадет Макака, Твиди, Твиди живет, Ешка, Ешка появилась, но Твиди все-таки умер, два Макри разбирают двух героев команды Overwatch Kings, идут размены, и синие команды жива только заря на точке, остальные герои бегут с респы уже. Так, появились ульты у Зари и у Макри из команды Creation Sports, Бромос может ультовать, будет ли он давать ульту на мост, Эйсфельд хорошо заряжает там по всем, но, к сожалению, стоит щит и все-таки он выстрелил, зря, зря это ошибка, зря он стрелял, скинули там Люсио, хорошая пошла ульта от Зари, но Адетонин ее пережил и, собственно, дал минус 3 сам. Бромос вроде дал ульту, стянул всех, но не получилось снести туда урон, к тому же Заря была под щитом и быстро ей набили урон и в ответ Адетонин нанес критический дэмэйдж. Манситон за зданием, кидается ульта от Рыба. Да, но сделал минус 3 Линкс. Красные походу перехватили точку, перехватили они инициативу. Заходит синяя команда по левой стороне, вот через те коридоры, о которых я говорил. Спина заходит Твиди, очень больно жжет трех героев команды, четырех героев команды Creation Sports но умирает, не хватает урона, потому что находятся они под лечением Люсио и ДПС банально не хватает, чтобы передамажить его хил. Началась очередная атака от Overwatch Kings. Ультует Маккри заряжал, заряжал, стоял ульту и разрядился и убил троих. Отлично! С помощью ульты Зари и это минус 6. Все шесть героев погибли и собственно первый раунд остался за Creation Sports. Ух, как грамотно залетает Твизия наносит там огромный урон по команде соперника, распределенный за вторую штуку. вауе и но его убивают жарит том по всем да но убить никого не может а него как раз зафокусили очень быстро в шестером от это не хороший у него разогрев 80 процентов но его убивает голову макрии не дает реализовать вот этот заряд на заре 70 процентов у него уже есть ульта ульты от ульты заряжает он ее пока ни одной ты мы кстати не видим что была бы готова она подрубает полдень макрии и убивает виде айсфелд залагал видимо бедняга видите не может он не двигается стоит на месте рыб ульбы есть ульта но он даже отлично скомбинировали огромный урон макрии на близких дистанциях и ульту адеттониана зашли роткингс на точку перехватили инициативу и вышел эйсфелд из команды овервач кингс из игры вылетел вылетел перегровок по моему никаких не придумано паузы в игре нет нереализованной и убираю убивают всю команду овервач кингс зер и снова пауз функции да к сожалению не придумали разработчики паузу еще в 2016 году для игры за 2к но ничего страшного надеюсь в следующих патчах появится вот наносит большой урон твиде подрубает он ульту он стоит в он стянут ультой зари пытается он скинуть игроков в пропасть или просто толкать их но нет у него урона в пятером они ничего не смогут сделать конечно это первая карта будет закрещенный спортс и будем смотреть на следующее запрыгивает нам локт под боссами сейчас он подрубит ульту не будет даже подрубать ульту просто дамажит со своей пушки убивает одного второго видит зарю на точке и прыгает на нее вносит урон добивает его кстати заря но сама она умирает от люсио 1-0 в пользу creation и спортс и кажется у нас будет сейчас пауза потому что нету до сих пор айсфелта из команды рвачкингс у них будет замена хорошие здесь ультата датония надо стянули потом его не вот из-за того что у него он подрубил щит он на своем заряде уже стопроцентном сделан внутри отмечали момент у них будет замена вылетел айсфелт видимо что с интернетом или электричество отключили не знаю но такие технические помехи и проблемы и 1-0 в пользу creation и спортс возвращается у нас сейчас играем в лобби мы ждем вторую карту замена будет у команды в рвачкингс так давайте я пока гляну как там матче за третье место идет ли он нет никаких обновлений никакой инфы и собственно не знаю будет ли играться матч за третье место отдельно или будут нам его показывать на трансляции возвращаемся мы в игру будет у нас карта непал следующая и начинается матч на неделе глянула варкрафт так понимание для нас трилогию снимают почти не знаю ворта на самом деле да я вот вам так могу сказать мне как человеку который сыграл только играл только варкрафт 3 из всех вселенных но и всех игр варкрафта вот мне очень понравилось люди которые прям очень углубленно изучали лор и мне понравилось люди которые вообще не знали лор да им тоже не особо понравилось а мне вот самое то то есть я как бы знаю частично лор 3 варкрафт полностью помню какие-то отсылки к первым частям да и вот когда ты смотришь на фильм ты начинаешь понимать какие-то моменты складывать из себя полную картину вселенной вот это очень здорово вот это очень здорово помню первая часть том году тоже была летом вторую наснимали все таки вернулся айсфелд эйсфелд ручкинг сбанит шутит убер watch ну просто я считаю могли бы сделать лучше чем продвигать свой маркетинг тогда blizzard и последнее время только что-то вкладывается в рекламу активно на самом деле это кстати вот версия которая нам показана да это усеченная версия и дункан джонс режиссер говорил что попросили его полчаса фильма прям конкретно вырезать половину сцен которые объясняют лор который там как-то еще показывают детали до какие-то моменты взаимоотношения персонажей все остальное вот его попросили вырезать соответственно я лично жду режиссерскую версию на каких-либо сайтеках или где-нибудь выложит может быть и и режиссерскую версию от дулкана джонса мне кажется это главное чтобы навариться потом дополнительно режиссерской версии возможно возможно прикольно маздаи у нас начинается карта контроль объекта это непал первая точка у нас будет проходить первая игра у нас будет проходить на вот этой карте там где в центре поднятая точка минус всю команду overwatch kings убивают крейшен и и захватывают они очень быстро легко играючи объект о линкс появилась давай на этой карте интересно как они реализуют видит что взят два макака убивает снайпер макри пытается попасть по обезьяне то бешено прыгать ну смотрите хорошие два минуса неплохо снайпер занял такую интересную позицию теперь крейшены знают ой теперь overwatch king знают что там есть снайпер нужно как-то осмотрительные действовать ставить купола уэйстонам ставят они граффити тянут время ждут шестого героя и выходит они через подвалы по левой стороне карты если смотреть от них бромос сыграет на трейсерке ох почти его поймал макри но удалось избежать смерти подойдут на зарю теперь видит двух в инстонах выносит большой урон видите 50 процентов в инстонах забрал хп есть басы у нокса пошли басы от команды overwatch kings поздновато умерли обе трейсерки и теперь надо как-то жить остальным героем команды овк подругая щита заря у нее накопилась ульта не дают ей реализовать не было ни хп ни хила и разогрев был тоже такой себе крейшены захватывают продолжают держать точку уже пошли овертаймы 99 процентов они не взяли стоит здесь ультон и заря пытается добежать успеть ли успела успела продлить овертаймы но ее тут же убили сейчас наверное будут брать трейсерок да есть уже две три уже трейсерки есть у everwatch kings помните вы чем это закончилось на илиосе и все первый раунд остается за команды creation sports мы переходим во второй раунд повторные герои это как вольный режим в хс доктор 4 доктор 6 доктор 7 доктор 8 стоп а кто у нас доктор 4 крошер 4 3 доктор 6 это я знаю загадочный претендент на паладине доктор 7 это понятно доктор бум доктор 8 ну рагна наверное или kill to that наверное рагна кто доктор 4 люси же мог выкинуть ее до того как она пересекла линию контроля точки скорее всего либо не было у него правой кнопкой мыши я тоже об этом подумал либо он просто не среагировал хотя я думаю реакция у них отменная раз они ух поймал почти макри своего оппонента на трейсерке линкер не залетел у него последний выстрел в спрей контроля с миротворца бромос заходит убивает помогает убить люси и красные ребята опять захватывают точку creation sports занимает объект 7-7 шаманский доктор 8 тирион аааа понял началась у нас опять жара бромос на разогреве 50 процентов у него разогрев теряет он постепенно проценты дамага но вот трейсерка бегает прыгает пытается изо всех сил как-то надамажить теперь надо ей просто жить закончились прыжки и бромос ее добивает 66 процентов ульты у него накопилось уже разогрили его до 80 ребята вам же сейчас самим больно будет но овервотч кингс пока не спешат заходить у них есть трейсерка два макрии два уинстона и люси сбегают они на точку пошла ульта от трейсерки бромос грамотно принимает ее на щит заряжает себе щит подрубает подрубает будет ли подрубать ульту вопрос пока не в кого только один макак ультует на точке убивает хорошо красиво попадает на землю и убивает трейсерку еще убивает двух двух уинстонов ну бромос неплохо отыгрывает нам его сейчас показывают поэтому есть у него ульта много урон он вносит спойлеры пошли в чатике про варкрафт потом я прочитаю так олба умирает и очередной тимвайп от ребят из creation sports наверное не успеют добежать до точки Overwatch Kings да сдаются сдаются это 2-0 в пользу creation sports быстро он проходит финал очень быстро уже 2-0 показывает нам лучший момент матча link ZR дальний выстрел вот было написано шарп шутер это дальнобойность то есть на большой дистанции он делает минусы 1 выстрел 2 выстрел 3 выстрел шикарно просто шикарно выносит он прыгающих соперников они находятся в воздухе и вот он их ловит и убивает хорошо желтый макарис что-то сучка стильно смотрится Mazda нравится этот скин с мушкой над губой ну да Адилья или как-то так называется можем потом посмотреть после турнира я думаю пару каточек я сыграю в Overwatch если у нас сейчас вот он закончится если у нас параллельно идет третий матч и точнее матч за третье место то мы и возможно я сейчас играю в Overwatch пару каток давайте посмотрим идет ли действительно там что-то так луки бла-бла-бла еще что-то у нет никаких обновлений пока нету в результатах матча за третье место это не знаю будет ли он играться параллельно о давайте посмотрим в этот раз официальную трансляцию с YSL канала там каких-то комментаторов а там комментируют Каплан и Убершутс включаю я их выключу пока ребят из Венгрии как тебе скин зарежет с ушанкой прикольно выглядит полярница вот у нее вот этот скин и его рекалор шикарно выглядит аспирант через нули Ник написал на заставку не знаю надо у него спросить заставка выглядит просто шикарно я думаю вряд ли через нули потому что есть же большие есть маленькие вон нули ну в смысле букву О поэтому давайте послушаем что они говорят у него у него есть у него в этом же я думаю использую Мерси на этих мапах ух 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 поднять. Но это они рассказывали про контроль объекта, про карту Непал, соответственно, или Дзян, а у нас сейчас будет карта Гибралтар, на которой нужно довести груз. Собственно, 2.0 ведут Creation и Sports. Посмотрим, как пройдет третья карта между этими командами. Итак, в защите играют Creation и Sports. Пикнули они 4 стандарта, плюс Солдат и Люся. В атаке пока что, если пики не изменятся, тоже 4 стандартных героя, плюс Люсио и Уинстон. Такие сбалансированные пики, нет у нас повторяющихся героев в составе одной команды. Вот, соответственно, посмотрим, как пройдет игра. Тогда команда гарантированно придет второй на контроль объекты, если только это не 5-трейсер и ангел. А если брать ангела и Люсио, то есть там же играется, ну, иногда в двух Люсио, вот можно взять, допустим, ангела и Люсио. Тогда можно прийти одновременно и, собственно, ангел поднимет потом своих. Тоже как вариант. Быстро проталкивают точку, отдают ее. Ребята из команды Creation и Sports дают ее толкать. Окси почти запрыгнул ее. Не получился у нее джамп-шот. Между тем, Lynx делает хороший выстрел по Олбе и команда защиты откидывает своих оппонентов. Минус пять делают эти ребята и Overwatch Kings готовятся ко второй атаке. Дамага мало. Ну что, недолго турнир? Ну, нормально. Не как вчера. Вот, в принципе, мы смотрим уже финал, поэтому... К тому же еще два ноль. И джамп-шот не будет делать Окси. Снимает он ловушку вдовой. Маккри пытается снять щит Рейнхарту. Это нужно сделать. Ох, роняет, роняет Рейнхард своей ультой героев красной команды. И Артир делает минус три со своей ульты. Плюс потом Бромос на солдате играет в этот раз не на заре. Помогает добрать четвертого. Ну, вот-вот, что-то не могу уснуть. Да ладно. Как так? Так, заходит красная команда поверху. Петр, послушай стрим немного. И как раз сон навеет. Ух, пытался поймать Артир всех в свою ульту. Зашли ребята в скалу и переждали. Бромос наносит летальный урон по Уинстону. Команда защиты в очередной раз убивает всех нападающих. Окси только удается дать размен по его нам локту. И это очередная отбитая атака. У Бромос уже появилась ульта. Много ультов. Почти у всех есть ульты из команды защиты. Да, абсолютно все. Кроме вот ВХ, который сейчас подрубил Линкс. Ждет он опять нападающих наверху. Они там и заходят. Ага, они решили пойти вниз. Будли готовы к такому. Не готовы к такому защитнике. Пришлось давать басы. Очень лоу хп. Два героя. Поднимает Мерси своих. Трех героев. Потрачены басы. Слушай, ни одной ульты не осталось у защитников. Сейчас осталось вот только доковырять буквально последних героев. Вот бить вдову и... Нет, все равно разваливается красная команда. Не получается у них закрепиться. Слушайте, нет. Все-таки убивают Бромоса. Убивают еще Линкса. И Ангел тоже мертв. Довозит точку. Показалось мне в определенный момент, что у них не получается атака. Но... Защита дала все ульты, и из-за этого не хватило им какого-то импакта, чтобы остановить эту атаку. Пошла у нас вторая часть карты. Поменялись у нас респы, спаунбоксы. И борьба идет в шаттле. Намлокт забирается на второй этаж, борется тут с Уинстоном. Будет ли он его перепечатывать? Упрыгивает Уинстон. И... да, Уинстон решил уйти, но его тут же ловят в полете Артер. Отбивают эту атаку. В прошлый раз хорошо зашли, потому что не было ультов. Развели на ульты защищающихся. И, собственно, Ангел подняла всю команду, и красные зашли. Посмотрим, как получится у них в этот раз. Есть два ульта от Макри. Один из них ультует. Ломается щит. Прервали ему ульту. Кажется, прервали ульту. Нападающему Макри. Да, здесь хорошие ульта. Одна Млокта. Роняет он двоих, подлетает он их. Линкс. Есть у него Вижен. Будет давать в... Нападающих... По нападающим будет сейчас... Дана просветка. И да, дается просветка. Видит, а не понимает, где идет атака. Атака пойдет через низ. Залетает уже сразу туда ракета от солдата. Поняли атакующие, что их тут видят. И... Поставил граффити. Солдаты взяли. Да, был у нас сегодня один солдат на Голливуде. Играл за него, по-моему, Айс... Айсфелд как раз. Но Айсфелд вылетел, и сейчас вот его занял место другой игрок. Пошла ульта от Бромоса. Забрал он уже троих. Наносит... Ух, 4 минус 5. Даже там подняла всех ангел, но... Во второй раз все равно убили огромнейший урон у солдата с его ульты. Аймбот. Это читерная штука. Но... Но такая вот ульта помогает убить слабеньких героев. Ну, то есть тонких, у тех, которых по 200 хп. Очень быстро. Очередная атака от Overwatch Kings. Заходят они по правому проходу. Зашли они... Ух, роняет опять всех нам локт. И добирают Люсио, добирают Рейнхарта, убивают Ангела. И очередная атака отбита. Линкс наглеет. Решил он выловить с респы соперников. Но они заходят снизу. Нет, сверху. Не может он никак понять, и решил уйти. Сейчас, возможно, даст он здесь выстрел. И... Да, много там, ребят. По-моему, он попал в Инстона, или в кого-то такого плотного. Не удалось ему сделать фраг. Так мог бы очередную атаку разорвать ряды соперников и откинуть их. Залетает молот Рока. Флэшка пошла от Маккри. Не попал он в Люсио. Минус 3 дают ребята из Creation и Sports, но там поднимает всех Адетониан, играющий на Ангеля. Ультует Бромос. И вот начались очередные его побегушки по стрелушке. Минус 2 дает с ульты. Видит он там Маккри, но не успеет выйти, закончится перед этим ульта. Наносит урон по Маккри. И надо отходить. Занимать грамотные позиции, как можно выше. И есть у намлок, то опять с ульта стоит он в такой точке, не палящийся. Если соперники пойдут по низу, то они его не увидят сразу. И можно будет ворваться и ультануть в спину. И видит он заходящих снизу соперников. Ультует в спину! Класс! Ломает ульту Маккри. Перепречатывает одного, подметает второго, добивает третьего. Союзники помогают с уроном. Отличный мув от Рейнхарта. От Намлокта. Команда Creation и Sports. Шикарнейшим образом зашел он в спину. Дождался, пропустил всех соперников и ультанул, поломал, повалил двоих и дал... Да, и прервал ульту Маккри. Это хороший, хороший, зрелый мув, такой продуманный. Заходит с команды красных у Ротчкингс через правую часть. Меняют они постоянно направление атаки. Твидия разгоняется в стену. Ломает себя. Ломает ему щит постепенно. Он еще не упал до сих пор. Ультует здесь Маккак. Ну... Забрались все-таки на точку от Люсио. Мансит он здесь. Маккри никак не может по нему попасть. Решил с руки его бить просто. Да, откатилась теперь флешка и добивает. Довольно долго Мансил и Люсио, но... Победа в первой половине за Креэйшн и Спортс. Не дали они довести телегу до третьей точки. Соответственно, им самим теперь нужно эту третью точку взять. И тогда они победят в этом гранд-финале. Показывают нам ульту почему-то артиром. Я бы показал лучше в лучшем моменте. Хотя здесь он забрал троих, да, потом добрал четвертого. Ну, за счет урона ему его показали. Но я бы показал лучший момент от товарища Намлокта, который зашел в спину, да, и вот ультанол, собственно, повалил ульту еще в Маккри, и, соответственно, союзники помогли там с уроном, добрали всех остальных. Вот этот скин ковбоя не очень. Желтенький-то? Ну, да, такой. У нас есть скин картежника, он классный. Просто нелепо смотрится желтый. Как-то... Так, зашли уже, ребята, в лобби. Запустилась у нас игра. Собирают они свои команды, и... Камера медленно-медленно взлетает, и... Да, вот нужно добраться до этого объекта. Как только добираются до этой точки, точки B, вот написано, ребята из Creation eSports в атаке, все, игра для них выиграна. Для них выигран турнир, 150 евро и 100 очков ESL ранга, отправиться к ним в копилку. Главное, чтобы шляпа была. Шляпа есть на всех Маккри. Отбыл бы у него стильный оранжевый галстук. Розовый. Желтенький розовый. Ладно. Я в моде... Не законодатель, я мод. Собственно, в защите пикнули турбо-свина, видим мы. Рыб играет на турбо-свине, Твиди на Рейнхарте. Пикнул Олба. Слушай, а может быть он Олбра? Я вот не вижу, там буква R, как у него написано. Это буква R или A? Дива. Дива в атаке. Ну, сейчас, может быть, ее репикнут, но... Нет, смотрите, они решают играть с курицей. Прикольно. Спешл-тактикс пошли от команды Креэйшн и Спортс. Залетают они в спину, хорошо, Артир. Нарезает двоих, скин у него молодой Гэнди. И уходит. Ну, двигают точку, быстро довольно допихали ребята из Креэйшн и Спортс до точку, до вот этого промежуточного отрезка. Ну, то же самое сделали и, собственно, Overwatch Kings. Вот самое сложное началось на вот этом вот повороте, подъеме и повороте. Команда защиты зажалась в углу. Выходят они. Артир спрыгнул в спину, зарезал солдата. Ультует он в троих. Нарезает солдата, нарезает Люсио. Нарезал он еще Рейнхарта, но его убил Маккри. А так он мог почти там всю команду нашинковать, пустить... пустить... собственно, нарезать ультой, и... было бы очень здорово. Все равно продвигаются очень быстро ребята из... еще не ГГ, нет. Have to get next point. Да, never give up, пишет Вестон. Уже морально сдаются Overwatch Kings, просто пишут ГГ, спрашивают, good game, ли? Но довозят сейчас быстро, довольно пикнули Ханзо даже. Ребята из Overwatch Kings, Укси играет на солдате. Ну, да, что-то мне подсказывает, что сейчас это все так и закончится. Трейсерка Бромас дает минус два. Реб тоже, кстати, не пальцем делан, убивает снайпера из команды Creation Sports. Заходит в спину Маккри, убивает макаку. Нокс, у него есть ульта, он сейчас залетит, кинет ульту, припечатал своими счетами. Бежит, 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 дал он ульту, никого он не уйдет, скорее всего, но просто откинул команду, заставил отступить команду Overwatch Kings глубже. Продвигается точка, вот остались последние метры. Линкс. Линкс. Класс. Он убил Люсио и помог ему еще Гэнди там добрать одного. Ох, Рейнхарт в спину ульту и Твидио роняет Артира и мелкая Дива убивает Рейнхарта и 0,92 метра до победы остается. И все, это победа. Creation Sports побеждают в турнире Go for Overwatch номер один от ESL в европейской версии. Собственно, 3-0 они побеждают команду Overwatch Kings. отомстили они ребятам, которые обидели наши коллективы и Энексов и Прэдс и дошли до финалов. Соответственно, поздравляем мы команду Creation и Sports еще раз. Второе место занимает Overwatch Kings. Посмотрим, что насчет матча за третье место. Ага, матч за третье место завершился вот как, ребята. Смотрите, проиграли, к сожалению, Прэдс команде Graviton Surge и получается заняли они четвертое место, получили 40 очков по системе ESL и была где-то инфа, что они попадают на месячные финалы ежемесячные финалы от Go4 Overwatch от ESL. Соответственно, увидим мы, надеюсь, команду Прэдс в финале месяца. Вот, Graviton Surge занимает третье место, получает 60 очков. Второе место занимает команда Overwatch Kings, получает 75 очков. И первое место и приз 150 евро получает команда Creation Sports, которая победила в финале со счетом 3-0. Спасибо, что смотрели. Вот, спасибо всем, кто смотрит это в записи, ребята, на YouTube. Большой вам привет. Приходите на живые трансляции, они проходят на канале Dr. Nob на Good Game. Вот, собственно, спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok